В России набирает обороты куриный кризис. Из регионов буквально посыпались сообщения о том, что яйца в магазинах продают втридорого и не более чем поштучно. С мясом птицы проблема такая же. Глобально причина война и санкции, это понятно. Но есть и конкретные виноватые петухи, кроме Путина. Показываем их. Агрессивная война больно ударила по российским яйцам. Из-за подорожания продукта продавцы на рынках города начали продавать яйца поштучно. Так, одно куриное яйцо на центральном рынке можно купить за 12,5 рублей. При этом десяток стоит 125. Потому что десяток уже не каждому по карману. Да и не каждый их найдет. Местами начался дефицит. Та же судьба постигла и куриное мясо. Да и вообще в России настоящий куриный кризис. В шоке даже госпропаганда. Птица высокого полета. За ценами на курятину в России сегодня следят практически все. Как говорят покупатели, от их стоимости буквально округляются глаза. Полцарства за десяток или курочка ряба, которая несет только золотые яйца на весь Южный Урал. Как иначе объяснить такой рост цен? Цены взлетели примерно на треть с начала года. И это лишь официально. А реально же и того больше. Особенно в отдельных регионах. А курица подорожала местами даже и почти до 60%. И не останавливается. Еще и регулярно фиксируют пустые полки. Любопытно, что в дорогом сегменте, типа азбуки вкуса, дефицита почти нет. А вот в среднем очень даже наблюдается. Еще это затронуло маленькие частные магазины у дома. Но это как всегда поставщики в первую очередь откружают большим ребятам, а остальным везут по остаточному принципу. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, младший, как-то попытался оправдаться. Но не вышло. Работает мы и с учеными, и с работниками. Сейчас провели разговор для того, чтобы дальше иметь возможность все необходимое обеспечить для жизни, для работы. Дмитрий Николаевич, то, что вы с курятника с нами общаетесь, это здорово. Это оживляет нашу сегодняшнюю работу. Встречу с правительством, безусловно. Но что курятина так подорожала? Все спихивают на якобы нечестных спекулянтов. Дошло до того, что возбудился ФАС. Начал обвинять всех подряд. Ну, мол, сети просто оборзели и необоснованно зарушают цены, а фабрики так вообще вступили в картельный сговор. Срочно всех нужно проверить. Предпосылок для увеличения цены, в принципе, экономически, особо нет никаких. Но на деле объективные причины не только есть, они еще и прямое следствие именно действий властей и именно их агрессивной, преступной войны против Украины. Сыграло сразу несколько факторов. Во-первых, это работники-мигранты, которые пару месяцев назад с приближением доллара к сотке просто собрались и уехали на родину. И оказалось, что срочно заместить мигрантов просто неким физически, даже за огромные деньги. А нужны рабочие руки на вчера и массово. А вот не было бы войны и падения рубля, и эти, как оказалось, настоящие кормильцы России работали бы и дальше. Во-вторых, это рост издержек на птицефабриках. Все эти добавки к кормам, ветпрепараты, вакцины, все это привозится из-за рубежа и оплачивается недружественными валютами. Везли из Европы, к примеру, метионин, который используется в кормах. Это аминокислота, незаменимая, ее нужно. Она раньше завозилась только из Бельгии, теперь она везет только из Китая и в очень ограниченном объеме. Естественно, будет цена на него дорожать. Плюс очень удачно провалы из-за войны и санкции совпали со вспышкой птичьего гриппа, который и добил производство курятины. Товара стало сильно меньше, и компании подняли отпускные цены, как говорят, чуть ли не в два раза. Все на самом деле довольно серьезно. Чтобы вы понимали уровень проблемы, в сетях уже начали торговать яйцами с Беларуси. И не в качестве какой-то экзотики, а в качестве необходимости. Следующий шаг, который сейчас обсуждается, это ввоз из Казахстана, Киргизии, Армении. То есть до войны оттуда ехала дешевая рабочая сила, а вот после дорогая готовая продукция. Достижение. Переговорив с птицеводами, пришли к мнению, что они, чувствуя свою социальную ответственность, уже начали понижать цену на курятину. Надеюсь, что мы в ближайшее время увидим это. В ближайшее время уже прошло, но серьезного снижения цен, да и хотя бы возврата к предыдущим, никто так и не увидел. У них просто нет инструментов, чтобы эту ситуацию как-то разрешить. Карательный орган может только запретить. Типа, запрещая вам торговать дорого. Торгуйте дешево. Что происходит в таком случае? Уверен, что товарищи не идиоты и прекрасно все понимают. При заморозке цен товары пропадают с полок и появляются на черном рынке по тройному прайсу. А власти хотят еще и запретить экспорт, ну чтобы вообще тотальный дефицит спровоцировать. Обсуждают, конечно, и другой вариант. Еще более массовый и беспошлиный ввоз из других стран. То есть будут убивать остатки своего собственного производства. А подкосить куриную отрасль в России, это еще надо постараться. Придется признать, до войны она все же была действительно развитой и конкурентоспособной. Была. Какой же Путин все-таки талант? Говорит, что не даст каким-то врагам погубить Россию. А зачем? Он ее и сам отлично губит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова